Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 114. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 3 апреля 2016 года. Это воскресенье было, это воскресный день. Это у нас эпидемиум для этой темы. Просчитайте, не раз я объяснял уже. Ну и дальше, кто в контактах бывает, я нигде не бываю. Ко мне перекидывают, я останавливаюсь, посмотрите. Даю ответ, а потом с форума туда перетаскивают. А сейчас уже заняты, и последние недели ни одного вопроса оттуда не идет. Модераторы, кто в командировке, кто где. Ну и объявления, чтобы помогли им помочь. Ролики, краткое содержание дать. Вот я останавливаю, вы тормозните и просчитайте, о чем здесь речь идет. Ну а потом вот это на нашем сайте, книги есть, перевести вот в эти ресурсы надо, чтобы считать можно было. И вот все, которое есть для нас вышите. Ну и вот занятия идут у Сергея. Жалуются, что не могут зайти. Один раз так и зашли, другой раз не могут, и не знаю, я не разбираюсь в этом деле. Вот оно, где его позывные. Сергей Пухтов. Ну и дальше. Владислав Марущак увидел в ленте сообщение про пикет, проведенный православным у Зала Царства. Следители Юговы с лозунгами «Секты вон!» и так далее должен сказать, что мне это представляется контрпродуктивным образом действий. Православным людям совсем нечего сказать, заблуждающимся, но религиозно ищущим людям. Кроме как вы же пошли вон, сейчас мы на вас еще и городового натравим. Истинно так. Меня они травят уже 53 года этим. А сесть и побеседовать, они не могут, почему? От властей. Еще повторяю. Это в основании заложено было. Сергеянство, предательство. Гониме, к властям обратиться, книги изъять. То есть все делают везде, везде. И это в конце концов так хлопнет, будто бы еще ни одно забудет. Подряд будут вырезать священство, выжигать просто как скверну. Вот за эти вот дела. Это везде. И при том, никакого объяснения нет. Не так делал что-то Кураев. Бросились особые молитвы на него. Больше заниматься все время на сторожей. Кого где погубить. Погубить злоба невероятнейшая. Андрей Кураев, что он вам сказал, открыл. Почему вы не бросились на тех, которые побудили его сказать это о гомосексуалистах? О садомитах в церкви-то. Не на них бросились, а на него. И у меня, ну не так я сказал, где-то так срывают всех отовсюду. Вот первый здесь вышел, священник, называется священником. Какой он священник-то? И вот теперь на него ссылаются. Он как лавину сдвинул. Кто был недоволен, кого обличали, а кто раз обличали, недоволен. Как на Солженицына. Не считали, не видали. Книги мои прямо лопаются. Зачем? И вот сегодня пишет совершенно человек, который не нашего круга, но расположен. И считали дальше. Вот совсем-совсем ничего. Люди, у которых есть элитическое, ложное, какое угодно, но содержательное послание, всегда будут иметь огромное преимущество на тем, у кого никакого послания, кроме пошли вон, нет. Я это и говорю. Вот как начали нападать, а мы в это время работали плотинатом, теперь воду задерживают, а они в это время меня гвоздали, просто лопались. И обличители Лапкиной, или улюкали, и там с СД, с Аварбеком всех подняли. Зачем? За это время у меня появилось 980 роликов. Ну, у вас-то ничего нигде нет. И люди спрашивают, интересуются. Пошли вон. А чтобы пошли вон, надо подвести под особый экстремизм, шовинизм. Раньше был враг народа. И обращаются к властям везде. Вот собрались, там все под руководством Дворкина. Какой-то Роснадзор по лагерю, я вообще в Москве не имею отношения. Рождественские чтения. То есть везде и всюду свою дьявольскую злобу скинуть надо. И вот сегодня мы видим, что идет пост, идет великий. Это для них ничего не значит. Как это так? Где она, Вера? Еще? Более того, сообщество, которое проявляет заинтересованность в людях, разговаривает с ними, приглашает на чай, изъявляет дружелюбие, абсолютно выигрывает у сообщества, в которое заинтересованности в людях не выражает. А выражает заинтересованность только в том, чтобы они провалились куда-нибудь с глаз долой. Вот от православных, с глаз долой пошли вон. Я зашел, там, благощинный у нас тут был, Войтович, отец Николай Павлович. И в это время звонят. Кто? Иеговисты, свидетели? Гоните их вон! Гоните их вон! Да, да, там, в следствии спустите их! Наказание дает. А он вместо епископа был. Другого ничего нету. Здесь приехали адвентисты седьмого дня. Заукская у них академия там есть. Бутов приехал, Вадим, это у них профессор православный. Добились пикет сделать. И вот пикеты стоят. Бесплатно раздают Библию. Бесплатно только сыр в мышеловке. И дальше другое нельзя сказать вон. А только так. И стоят, скучковались где-то за территорией далеко-далеко от дворца спорта. А поэти ведут занятия. Ведут занятия. Они приехали издалека. Адвентисты седьмого дня. Ну, они провели там около месяца, они проводили. Сто тысяч платили за каждый день. За аренду сто тысяч. И тут же где-то человек двести пятьдесят крестили. Тут же водоем у них. Пупаются. Бассейн. Оп. И все. Сразу две адвентистские общины готовы. А эти разошлись, ничего у них и нету. Нету. Плакаты написали. Вот они их бросили, они больше никогда не нужны. То есть до дна дурь. Дурь такая. Мы тоже ходили. Ну, брали святую воду вокруг дворца спорта. Потом я с Вадимом встретился, подарил книгу. От них Библию. Они говорят, кто будет постоянно ходить, квиточки дают на каждый день. И когда представишься, бесплатно Библию, там еще книгу. То есть они работают. Здесь ничего нету. Только с глаз долой. Это вообще очень печально наблюдать. Люди пришли в церкви Божьей, которой Господь верил в полноту спасительной истины. И им нечего сказать заблуждающимся, кроме вон. И кто это пишет? Сергей Худиев. Вот она где, посчитайте. Это священник православный. Наконец люди встречаются, которые понимают, что на негативе ничего нельзя построить. Ну нельзя никак. Потому что положительной программы нет. Но того человека бы не было, на кого вы нападаете. Меня не было. Чем бы вы в это время занимались? Нечем. Нечем. Друг друга начинаете пожирать. Не так слово сказал, не так пальцы прижал. И вот все где-то выискивают, кто сказал. И Осипов там. Осипов все время работает. У него новые-новые ролики. Нападают там на Дмитрия Смирнова. Да, можно сказать, что он не так. Но и на этом все. Нет, они гоняются. Людей натравливают. А что, они как были, так и есть. Они остаются на своем месте. И дальше один мне пишет. У Ярла Николаевича Талант. Я скачал сегодня, благодаря вам, все проповеди из Ютуба. Около ста. Спасибо, Христос. Буду учиться проповеди у всех великих проповедников. Лежу дома. Приходят люди проповедуют потихоньку. Не была ваша память. Ну, вот видите как. Я сказал про Ярла Пести. Пести. Вот это протестант. Как я первый раз, когда обратился через шумовую завесу в радио, мне дали послушать его. Мне очень понравился. Я 53 года отношусь к нему положительно, как услышал. В 62-м году я обратился к Богу. И потом, когда меня судили в обвинении, были его проповеди. А проповеди у меня его, хороший, прямо со студии, чистый. 136 часов. И это в вину было поставлено. А вам не все равно, что это зарубежная радиостанция? А я возьми, да скажи. Мне важно, что в котле. А на котле там звезда или свастика, мне все равно. Ой, как они ухватились в советское это время. В 86-й год. Дальше. Вики Олсен, США. Спасибо, дорогой брат, за нашу переписку, за ваше терпение и любовь к Иисусу Христу. Не православный. Понимаешь как. Какое его расположение где-то. Что-то еще говорил, недовольство было. Никакой роли это не играет. Главное, положение хорошее. Артем Тубасов. Мировым Игнатий Тихонович. Посмотрел ролик. Понял, какой вопрос надо было задать, чтобы найти полную Библию. Нашел синодальный перевод по благословению святейшего патриарха Кирилла. С датами, когда читаются определенные главы. Очень удобно. Также нашел электронное приложение на телефон. Библия с различными переводами. В том числе и синодального. Теперь вся Библия вмещается в кармане. Да еще и с поиском по тексту. Просто сказка. Еще раз благодарю за ответ. Спаси Христос. Вот нападает на меня-то. А в это время я отвечаю. Человек ищет. Православный ищет. Он нашел. А у вас-то ничего нет. Никто не обращается. От вас как от чумы болотной шарахаются все. Ну перестаньте. Великий пост. А не осуждайте брата моего. О, так это брата. А это еретиха. А это Филарет сказал. Там уничтожать. Там и прочее. Филаретовщина. Ну Денисенко сказал, что это Филарет. Да мало ли Филаретов было. Хотелось спросить про поклоны. Согласно 20 правилу Первого Вселенского Собора нельзя молиться. Именно молиться на коленах. Про поклоны не говорится. Я не про те поклоны, которые после молитвы. Их понятно нельзя совершать. Я про те поклоны, которые совершаются перед кровью Христовой. Это надо делать всегда. Когда священник с чашей выходит, благословляет и два раза или три раза поклоны делается. Перед причастием, при вхождении в алтарь и прочее. Нам сказали, что вообще никакие нельзя делать. Но приехав в другой город, увидел, что кто во что гораст. Ранее вы поминали о трех поклонах в день, как минимум. Хотелось Богу слышать про поклоны с вечера пятницы до вечера воскресенья. Спаси Христос. Эти вопросы задают явно что православные. У церкви другой счет. Не с двенадцати ночи, а с шести вечера. Как богослужение начинается, уже воскресное считается. И поэтому в пятницу, уже в шесть часов, считается, наступает суббота. А в субботу и воскресенье земных поклонов не делать. Ну там два-три поклона достойно когда. Или даже светися, светися, на Пасху это будет поклон. Вот надо на это смотреть. Уже в это время субботу полностью и воскресенье до вечера. Это без поклонов. А вечером воскресенье уже все земные поклоны можешь делать. А прямо на коленях выделять, я этого не знаю. Поклон земной и на коленях стоять. Тут надо понимать, что важнее чего. Просто самому определить. Но суббота, кто не будет, будет нарушать субботу смерть. Смерть. Ай, это суровый закон был. Дальше. Кто в восьмой день не будет обрезан, смерть. Две смерти встретились. И предпочтение-то чему отдается? Это надо смотреть. А Господь говорит, ради обрезания нарушается суббота. Господин суббота. Не господин сказал обрезание, а субботы. Значит, обрезание выше субботы. И правила, которые сталкиваются, и надо понять, что выше, определить, что выше. Почему? Точно восьмой день. А поэтому для обрезания нужна вода была, дрова, разжигали огонь и прочее. Златоуз говорит, объяснение дается. И поэтому священники нарушают субботу. Нарушают. Но не виновны. Потому что более высший Господин пришел. А обрезание так и здесь. Что главное в этом поклонах? Поклонение Богу, Его святая кровь, это превыше всего. И тут ясно, что поклон. А сказали, правила там нельзя. Правила просто почтения ко дню воскресному. А здесь конкретно я вижу кровь. Значит, поклон разрешается. Всегда нужно определить себя. Дальше. Вчера вопрос задали. Умер верующий священник. И на могиле где-то там, на памятнике. Какую эпитафию можно поставить из священного писания? Я сказал. Книга Откровения, 14 глава, 13 стих. Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих. И дела их идут вслед за ними. Вот так я взял неполный стих. Еще можно его сократить. Отныне идут дела его вслед за ними. И таких мест несколько. Вот вопрос. И вот ответ. И в самом деле. Это проповедь. Юрий Соболев. Миром Игнатий Тихонович, мысль такая пришла. Господь на тайной вечере допускает до причастия всех апостолов. Будучи сердцеведцем, он знал о мирении всех, включая замысел и предательство Искариота. Но допускает и его. В итоге Иуда погибает духовно и физически, вследствие недостойного причастия. В ее пассаже нет умысла апологии священников, хотя и ее можно осмотреть. В защиту священников причастия. Нахожу же прежде другое ответственность самого причастника. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Не рассуждаете ли Господним? Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11.29. Здесь слова прямо обращены к причастнику. О том в толковании говорит святое златоуст. И еще одно место. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? 2 Коринфянам. Прежде сдачи, кавычка, трояков батюшки, исследования и испытания себя. Верно ли такое осуждение? Абсолютно верно. Исповедение было такое, как сейчас. А каждый исповедовался, кричал вслух. Это Анна Хронштадтская было такое. Громко говорил, никакой тайны исповедения было. Но потом ввели, и видим, все это не так. Надо сначала судить себя. Именно судить. Сам ты, не батюшка. Владимир Крикунов. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Работаю в частной организации. Не побреюсь. Не побреюсь. Дня 3-4. Директор останавливает. Почему не бреешься? Меня позоришь. Хозяйство мое позоришь. Лицо свое уродуешь. Понятно. Меня позоришь. С бородой идет. У него бы если был там Фридрих Энглес, Карл Маркс, Попов, я называю так знаменитых людей, Достоевский, Он бы к каждому подходил. Бритый, яйцеголовый это ты. Позоришь. Мое производство позоришь. Он позорит. А ты посмотри, сколько бородатых-то было. Посмотри на иконы. Все апостолы его позорят. Христос его позорит. А кто? Да сам позорный, прыщ гнойный. Подскажите, пожалуйста, что мне ему ответить в следующий раз? Я отвечаю. Я христианин. Так и отвечайте. Все. И больше ни слова не уволят. Уволят. Что ты за это держишься-то? Дальше. Владимир Крикунов. Спасибо, Господи. Игнатий Тихонович, у нас в храме примерно посредине службы подходит каждому с подносом собирать деньги. Должно ли так быть? Да, конечно, нет. Точно? Если бы ударили по подносу, чтобы все полетело, один на другой больше ходить не стали. Загорали бы, а там другой подходит. Своих людей надо по храму расставить и раза три сделать. Почему? Господь опрокидывал всем, мелочь летела, и скамейки опрокинул. Законно это будет? Хотя бы на входе стоит емкость для пожертвования. Дорогие иномарки, особняки, священников отбивают желание ходить туда. Вот так. А говорят, жертвуйте на храм. Я в тупике, ничего не понимаю. У друга спросил, ну так как так? Колеса на машине 80 тысяч стоят. У батюшки. Друг говорит наглую, собирает с народа деньги. Подскажите, пожалуйста, как быть? Ну никак, собирает и собирает, ты ничего не сделаешь. Но не участвуй в этом деле. Скажи, скажи там. Ну если хотите, вот такую акцию проведите. По храму поставьте человек 20. Куда бы ни повернулись, им бьют по этому. Ничего не делать. А просто по подносу ударьте, чтобы им прямо в лицо эта мелочь-то ударила. И все. И они ходить не будут. Определенно не будут. Вот сразу суматоха начнется, почему Христос зашел в этот храм. Ну, подражайте Христу. Владислав Марущак. Если речь идет об отчаянии, о чувстве безысходности, значит дьявол господствует над человеком. Вот почему, переживая трудные обстоятельства, мы никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не должны впадать в отчаяние. Но нередко у человека, особенно нерелигиозного, нет сил сопротивляться. Отчаявшемуся не на что опереться. Его взгляд на окружающий мир исполнен глубочайшего пессимизма. Нет никакой надежды, никакого просвета. Если это состояние отчаяния не остановить, то дьявол доводит человека до смерти, поскольку дьявол есть зло, а апогеем зла является смерть и небытие. Именно отчаяние всегда бывают причиной самоубийств. Никакого сказано. Отчаяние нередко охватывает нас в сложных жизненных обстоятельствах. Будь то неудача, она в работе, или разладь в семье. Бывает, что и монашествующие, живя в монастыре, испытывают это чувство. Нужно помнить, если проявляются признаки отчаяния, значит дьявол касается человеческой души. А отчаяния ему мало, ему нужна смерть физическая и духовная. Нил Синаиский говорил, согрешить это дело человеческое. То есть натура наша склонна к этому. Но отчаиваться дело сатанинское. У святителя Иоанна Златоуста находим слова. Не так губит грех, как губит отчаяние. Слова также пронзительны и очень правильные, ведь согрешающий человек может принести покаяние, даже если ему остаются лишь последние мгновения земной жизни. Достаточно вспомнить разбойника на кресте. Действительно, несколько мгновений отделяли этого по-настоящему грешного человека от смерти. Но он нашел в себе силы исповедовать в лице того, кто висел с ним рядом. Господа и Спасителя. Это исповедание было принято и как покаяние, и как выражение глубокой веры. И разбойник оправданным вошел в Царствие Небесное. Походу есть возможность жить, дышать, мыслить. Ощущение никогда не должно порабощать наше сознание и сковывать нашу надежду. Так и Златоуст говорит. Даже если человек упал до самых глубин зла, то есть практически до ада, и еще живет в этом мире, то у него остается надежда на раскаяние. И кто это говорит? Так говорят. Кирилл Патриарх, Московский, всея Руси. И вот откуда я это сделал. Зарядите, проверьте. Я беру, готов. А вы проверяйте. Ну не могу я проверять. У меня и времени такого нету. Дальше. Владислав Марущак. Вот комментарий Вячеслав Васильев. Ведь согрешающий человек может принести покаяние, даже если ему остаются лишь последние мгновения земной жизни. Достаточно вспомнить разбойника на кресте. Вроде оно так. Но если человек неверующий, то я согласен. Но если человек уверовал, говорит, я верю, а его дела говорят о обратном, то мне кажется, что он не только неверующий, но он еще и лицемер, говорящий, но Бог нас создал слабыми, и я не могу противостоять греху. Я надеюсь на милость Божия. Это интересно. Священники именно вот этой тактики придерживаются. Я говорю, а как же написано, верующий в Сына Божий не грешит. Это первое послание Иоанна. Лукавый к нему не прикасается. Эти слова замазывают. Да вы что? Да как? Но это не мои слова. Иоанн Богослов говорит. Это в канон взято, в Новый Завет. Да как не грешим? Я грешный. Мы так и считаем. Я говорю, ну объясните эти слова, говорит. Верующий в Сына Божий не грешит. Рожденного свыше не прикасается. Даже не слышит. Я говорю, ну хоть один раз спросите. Да что вы? Мы грешны. То есть полностью засалили мозги словом грешным и многогрешным. То есть нет рождения свыше и ничего нет. Одно и те же грехи. Вот приезжал у меня тут был в гостях неоднократно Амвросий Юрасов. Он архимандрит. Я говорю, ну вот вы исповедуете там поскольку. До 100 человек было там в монастыре. До самого утра. Ну а потом, ну приезжают те же самые. Те же самые грехи, да. Я говорю, ты как вот хозяйка на даче куриного помета привезла, бедро или два в бочку, размешала ее. Ну а села маленько, все, исповедь кончилась. Ну а куда она делась-то? Она лежит здесь. Опять. На исповедь пришел опять. Ну а дальше причащается. И с этим пометом курином-то все у вас перемешано. Дальше. О какой милости может идти речь? А самое страшное, что современные религиозные течения не говорят это всем прихожанам, которые называют себя верующими. Они просто ждут покаяния 24 часа в сутки. Со словами, все простится, только надо успеть. Сделать это до смерти. А это и ведет к тому, что люди грешат. Я спрашивал многих курильщиков, если тебя закрыть в комнату под круглосуточным наблюдением и положить сигареты и спички. А если закуришь, то комнату наполнят цианидом. Закуришь? Все говорили, нет. Я им верю. Но как может человек верить, что за то, что он курит, он не просто умрет, а обрекает себя на муки вечные и при этом продолжает курить? Не виной ли то, что говорится, тебе все простится, только покайся? Не лицемерие это. Делать грех с учетом того, что тебе все простится. Да, именно так. Я объяснил с мусульманами, говорят, у вас вообще непонятно как. Вот у нас что-то сделал не так, он должен барана дать. У вас ничего не надо. Он какой-то фартук у священника вашего, говорит, он накрывает, опять просился. Я вижу, он со мной на работе работает, опять то же самое делает, так же матерится. А у нас этого нет. То есть это опустили ниже мусульманства. Разбойник вел греховную жизнь и перед смертью захотел искренне ее изменить. Иисус поэтому его простил. Разбойник не знал закон и узнав сердцем, начал жить по закону. Но если бы он не был помилован, он что, вернулся бы на то? Все верим, нет, не вернулся. Он бы не был разбойником. А сейчас в чем причина? В попах. Именно все прощается. А если бы знал, сделал обор, 10 лет отлучено это. Вот все кончилось. Тебе есть по 10 лет, больше не будет. И в храм ты будешь только входить, через 2,5 года первый раз войдешь. А она уйдет, ну туда дорога, говорит, такого одра за хвост да в яму. А это вот, чтобы только люди ходили, покупали свечки. Бизнес сделали, безумие. И это сплошь покрыто везде. Бог все прощает. Видите, поэтому соборы все это, люди были такие неправильные. Каноны неправильные. Все правильное только он. Он, который грабит и мародерствует, спокойников, везде все снимает, пенки. Не в лидерах, к которым приходят простые люди, им говорят все простить. Именно они главные вот эти вредители, разрушители веры Христовой православной. И кто в ответе за недопомнимание своих лидеров? Почему не объясняют, что покаяние предусматривает такой пункт? Впредь не совершать этот грех. Почему говорят, что надо делать, и при этом умалчивают, что не надо делать? Вот к ним и обращайтесь. Об этом много говорит златоуст. Об этом говорится. Но сегодня все это замазали. Немощная природа, да. Я только и думаю, бабушки столько претерпели. Да как бы их не оттолкнуть? Он думает только одно, как их в ад затащить. Это губитель. Это разбойник. Недостойно причащаются бесноватые люди. Болеют. Иоанн Златоуст говорит, одна душа, если погибнет так, священник. О, священник. Всей жизни не хватит рассчитаться. Считайте шесть слов Иоанна Златоуста, священцы. Их на пушечные выстрелы нельзя было подпускать. А их уже в 17-19 лет рукополагают. Хотя надо в 30 лет. Они не настоящие попы, говорит. Саша Дронин. Здравствуйте, Игнатий Тихонич. Меня как многодетного интересует вопрос. Зачем девочкам покрывать голову платком? Ведь слова для ангелов относятся к замужним. Поэтому и употребляется слово «жена». 1 Коринфянам 11.10. Ответ. Тогда где же муж сказано? Там можно в храме стоять в шапках? Да. Он там тоже не женатый. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. 1 Коринфянам 11.10. Я не понял вас, какую власть над собой имеет незамужняя? Когда говорится о власти мужа? Это он меня отвечает. Я ему отвечаю. Она может вообще не выйти замуж. И так ей будет стоять голая до 80 лет. Где сказано «жена» там женский пол. Ева была ли жена? И Богородица. Но они названы женами. Ответ. Ясно. Спасибо. Все понятно. Так и любому можно объяснить-то. Они тупые. Они темные люди. Им не все не объяснишь. То есть не занимаются. Своя когорта священники вместе выпивают и прочее. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович, тема о потеряевке мне нравится. Посему как содержит в себе все стороны обсуждения нашего земного бытия. Начиная от нравственности до духовного. А ведь по сути одно не может быть без другого. Ведь многие вещи мирского понимания, правильности его истолкования указывают на частное внутреннее определение человека в разных жизненных ситуациях. Именно так. Что дает повод каждому размышления. Низкий поклон братьям Володе и Никите. Спаси Христос. Я сегодня посчитал уже сколько выставлено у нас по отдельности житей. 160. А всего их 1173. Вот 160 роликов вышло уже с нашими, с насчитанными житиями. Там иконами оформлено. Я покажу где. Игла, что-то сегодня случилось у меня необычное. Вчера вечером был записан ролик с Казахстаном, с нашими людьми. Сказал им, что к утру выставлю. Сказал. И уходит, что сказал и не мог выполнить. Ужал и закачивать оставил на ночь. У меня 6 часов один ролик закачивается. 7 часов. Среди ночи встаю, а там запись. Видео удалено. Ни буковки больше нет. Поставил снова и к утру. Ту же самую надпись выкинуло. Хотя я видел, что закачано было больше половины. Что это? Или то, что вместе заканчиваем на один ресурс одновременно? На один канал? Или еще что-то? То есть в этот день у меня в другом месте, бывает в другом городе, помощники-модераторы. В неделю сколько у нас накопилось роликов. Ну я сдаю. Вчера 47 гигабайт. 47 за неделю гигабайт. И там начинает работать. И я в это время подсуседился со своим этим роликом. Может поэтому? Потому что эта система предохраняет. Там работает. Откуда ты-то взялся? А не его? Получилось, что я уже второстепенный. У нас доступ имеет 2-3 человека, которые работают. Я не могу один это сделать. Потому что слишком большая информация. Бывает иногда так говорят, что этот ролик повтор. И поэтому он заблокировался. Ну я вижу, правда повтор. Ну не досмотрели. Или бывает, могут быть там монетизация. Какая-то музыка попала. Даже не смотрят. А музыка, она же свой же на гитаре играет. А она его, система-то посчитала-то. А я даже не спрашиваю. Убирай ролик. Потом в другом. Там убрать с него что-то. Это вырезать музыку. И вот здесь дальше. Я даже надпись этого видео заменил. А результат тот же самый. Проясните. Вот мне нужно, кто это знает, прояснить. Что это означает. А что это как было. А вот как. Смотри, я сейчас покажу. Заходим. Вот оно. Видео удалено. Видно? Нет. YouTube выделил. Удалено. Вот так. Никаких больше пояснений нет. Вообще нет. Вот я показал. Видео удалено. Спросил Никиту. Он тут разбирается в этом деле. Это не как я. Тоже, говорит, не знаю. Но кто знает, подскажите нам. Показываю, что у нас. Это вот мой мир. Это моя страница. И все, что в YouTube есть, в канале, я стараюсь сюда перетащить. Вот за день что было. Вот житие Святой Доросиды. Вот посчитайте. Очень интересное житие. Все антиевангельское. Антиевангельское. Вот наш форум. Вот сюда сами задавайте вопросы. Заходите, регистрируйтесь. Так легко. Тут 1580 разных тем. Смотрите, какая тема. Вот здесь вот общий поиск. Вот сюда зарядите и все. Ну, а тут заряжайте вот это новое сообщение, чтобы сразу пойти на последнюю страницу. Ну, а дальше это наш видеоканал. Видеоканал. И вот здесь есть слово такое главное. Вот здесь нажать. Тогда идут вот эти жития. Вот они идут. Вот они. Идут и идут и идут. Можно. Я посчитал сегодня утром. Уже 160. Видите, систематически делают. Ну и главное сокровище. Это наш сайт. Православный библейский сайт. Здесь все. 50 книг аудио. Скачать можете. Книги все наши. А это 43 книги. 43 тома выпустить пришлось. Проповеди. Тысяча проповедей. Ответы 4124. То есть очень и очень богат. И златоустство можно скачать. И жития святых. Ну и все на этом на сегодня. Во славу Божию. Проповеди. Продолжение следует...